Первая остановка рабочей группы – район авиаторов, но не у жилого квартала, а земельного участка, где запроектирован физкультурно-оздоровительный комплекс. За основу проекта взяты спортивные центры Нижнего Новгорода. В мае этого года руководители спортивных организаций округа посетили нижегородские сооружения. Вся их успешность и популярность в планировке. Под одной крышей располагаются бассейн, ледовый каток, многофункциональный зал с трибунами, игровые площадки. Технические характеристики здания позволяют возводить их даже в условиях севера. За спортивный комплекс, как мы говорили, бассейн, общий зал, большая многофункциональная зона, но без льда. Кроме того, возле спорткомплекса есть возможность оборудовать зону для массового отдыха и лыжников в зимний период. После делегация отправилась в жилой квартал. Уже несколько лет подрядчик ООО «ВМ Инвест» ведет строительство целого жилого квартала. Это более тысячи квартир. Первыми ключи получат переселенцы из аварийного жилья. И те, кто стоит в социальной очереди. Но прежде необходимо новые дома передать в собственность города. Дай бог, если мы к концу декабря зарегистрировали, по крайней мере, в январе могли начать переселение. Значит, давайте так, наша задача в декабре получить регистрацию и передать квартиру в город. Идеально, чтобы мы, по крайней мере, к 1 январе что-то передали, а вы, Саша, спокойно после праздников. Потому что нам не принципиально. Мы 25-го будем ключи людям давать. Убедиться в готовности квартиры к сдаче смогли все желающие. Подрядчик показал главную их гордость – трехкомнатные квартиры с видом на лес. В доме просторная лестничная площадка, разделенный санузел и лоджии. Сегодня остается нерешенным вопрос благоустройства квартала. А именно, что построить внутри него – магазин или автостоянку. Если густонаселенный квартал лишить паркинга, транспортного коллапса не избежать. Поэтому магазин решено построить на месте ныне существующего голубого вагона. Следующий пункт, куда направилась рабочая группа – автоматизированная котельная номер 2. Несколько лет она числилась как долгострой. Если бы не аварийное состояние старого помещения, строительство затянулось бы и дальше. Мы сейчас объединяем котельную, которая на авиаторов, с этой котельной. Котельная номер 9, которая на больнице. И котельная 10 на Октябрьской. Котельная очень старая, 65-го года постройки. То есть мы вот это кольцо достраиваем, конец октября, первые числа ноября. Десятую котельную выводим из эксплуатации. И да, перераспределяем тепло. Особый интерес у делегации вызвал молодежный центр. Весной на общественных слушаниях были высказаны много нареканий по поводу его планировки. Подрядчик отказался что-либо менять. Однако перспектива судебной тяжбы его не устроила. И строительство возобновилось. Теперь управляющая компания «Петрофонд» обещает сдать центр к декабрю 2015 года. Результатом общественных слушаний мы вроде как перегорались, нашли общий язык. Наконец с заказчиком начали. Стартанули достаточно успешно, я считаю. Темпы планируем наращивать, не снижать, устроить. Планируем в график сдать все как положено. Конечным пунктом поездки стал детский сад на лесозаводе. Первых воспитанников туда впустят только в следующем году. Возможно и весной. Вместо штрафов и пения за просроченный объект, Нинская нефтяная компания обещала сделать архитектурную подсветку здания. Вообще поездка рабочей группы показала, что с подрядчиком нужно строить особые отношения. Да, меняем систему, меняем подход. И будем, более того, сейчас мы рассматриваем, я считаю, что мы должны все-таки выйти на то, что жилье должны строить, а мы должны покупать уже исключительно готово. Вот мы все-таки на это должны выйти. И это наша первостепенная задача, как живут все субъекты Российской Федерации. Также губернатор отметил, что городские окружные долгострои начали возрождаться. Из 200 строящихся объектов только около 10 можно считать очень проблемными. Остальные будут сданы в эксплуатацию в любом случае.